друзья сегодняшняя тема видео интересно и сегодня мы поговорим почему я не поджимаю пчелиные клубе и почему я не использую заставные в зимовке меня зовут пашка привет вашему специалисту друзья смотрите давайте как пример я вам покажу я показываю вам клуб пчел вы смотрите и вы видите как пчелы сформировались вот здесь клуб пчел ушел немножко в сторону с медовых рамок это немножко плохо да но они переходят один два три четыре на четырех рамках снег на четырех улочках но что-то здесь они уже намудрили хорошо как прикрываем вот от эта семья так пошла у меня они так бывает тоже давайте вот эту еще посмотрим он здесь больше больше интереснее здесь полностью сидят на медовых рамках здесь все хорошо здесь прямо клуб размещается и вот этот вопрос задают ты пашка ставишь заставные ты поджимаешь пчелиные семьи но такие вопросы бывают промелькают я принципе даю вам на этот вопрос ответ я принципе не использую заставные по одной одной такой большущей проблеме и причине почему по все просто я не вижу в этом смысле примеру если вот эта семья так или иначе перезимует я например вынимаю днище весной и смотрю что если там подмора на небольшое количество действительность небольшое количество то я делаю вывод что принципе моя зимовка которые есть на сегодняшний день меня полностью удовлетворняет до имеется ввиду что я не полностью доволен и мне принципе ничего не нужно придумать да я может не успеваю за модой но результат должен говорить сам за себя еще одна немаловажная причина это получается материальный ресурс я не вижу смысла например покупать это все делать это еще немаловажно потому что сейчас кого-то пашка ты что там туда-сюда ну к примеру вот этот точек 50 улев здесь стоит на 50 улев сделать 100 заставных это уже как бы ну может быть не сильно дорого но точки зрения она материально немножко потянет копейку и например за эти же деньги можно сделать несколько улев а сделать несколько улев все равно в любом случае это лучше немаловажно опять же вы уловите вот этот ход мысли не с одной стороны жалко денег но почему мне жалко денег то все просто потому что если я сделаю эти заставные мне их нет ни эти хранить вот еще одна самых главных таких проблем потому что я их по сути забрасываю а нету куда их забрасывать есть у нас дом старый куда я мужу и бросить и там они по сути могут просто быть уничтожены мышами мыши очень сильно любят пенопласт если их как-то сам сложу неправильно несмотря на разные яды которые мы разглаживаем в любом случае есть большая вероятность что мыши может известки уничтожить эти заставные например если они будут спина пласта это таки немаловажно для того чтобы сохранять вот такие ресурсы вещи нужно чтобы было специализованное помещение к примеру ну не зимовник какое-то специальное помещение для хранения рамок медовых рамок у меня такого нет и таким образом получается вот эти все минуса которые вот поняли я не вижу смысла мне нету где хранить вот этот готовый материал и мне получается как сказать не хочется сильно раз тратить деньги потому что есть большая вероятность что после одной зимовки без в большущих плюсов я могу просто потратить кучу времени и определенную сумму денег для того чтобы просто мыши его уничтожили по той же причине друзья я не поджимаю пчелиные семьи вы мне сейчас сказать и пашка но пчелы же зимуют лучше когда поджатый вот и же посмотрите только что показал видео например клуб пчел ушел в сторону это же неправильно это плохо чтобы ты их поджал так как нужно с двух сторон поставил заставные и это было бы намного лучше нам и здесь я тоже вам хочу сказать одну истину например я вам показывал эту семью она ну она размещается где-то на 7 рам на 8 где-то рамках не на 7 она больше я ее могу поджать на 6 5 ран когда и здесь еще стоит 4 медовых рамки куда мне деть вот этих 4 медовых рамки смотрите да даже даже если мне было деть куда 4 медовых рамки обратите мое внимание мне нужно их отобрать занести в зимовник которого у меня нет ни зимовника помещение в котором нужно хранить и рамки там специализированное помещение где должна быть температура нормальная без сырости имеется виду там мы должны хранить такие рамки я взял это на хребет и занес поставил туда мы это все поджали а потом весной после того как пчелы съедят вот этих шесть рамок меда я беру вот эти рамки на хребет приношу назад ставлю сюда и получается что я не вижу смысла вот извините я не вижу смысла в определенное время наработаться здесь а потом еще на работе весной чтобы прийти в эту семью доставить медовые рамки и опять же это все же происходит не через то что развитие какое-то плохое или какие-то есть моменты все происходит что пчелы хорошо зимуют пчелы хорошо развиваются меня-то все устраивает я не вижу смысла делать что-то другое зачем не лишний раз наработаться чтобы добиться каких-то сомнительных результатов зимовка без заставных и заставными сейчас многие скажут пашка ну ты опять же рассказываешь такую бельберду ты же не прав смотреть вы должны понимать что я не против заставных как таковик я не против их потому что для зимовки с небольшими отводками которые занимают три рамки заставная просто жизненно необходимо потому что если пчелы вот этот небольшой клуб разбежится по большому по трех рамках вот например по четырех рамках а пчелы очень мало и когда мы их подожмем на 2 рамках клуб уже будет побольше и они будут прекраснее зимовать а если клуб будет такой раз такой растянутый есть большая вероятность что они просто погибнут и не при зимовой до имеется виду что здесь тоже есть смысл что заставная должна быть в определенных моментах сильной семье заставная это для с моей точки зрения неправильно хотя весенний период можно поджать пчел с помощью застаной но только весенний период немаловажно друзья что для зимовки и развития слабых семей отводков тоже весной желательно ставить заставные чтобы было теплее этим я тоже согласен но здесь опять же заключается еще одна фишка видите я сейчас очень сильно работаю и с улями из камыша и работаю с 8 рамочниками и по сути если более средняя и более сильная семья становится 8 рамочник друзья то принципе заставных использовать не обязательно хотя если семьи по определенных причинах пошли в зиму слабые то весной конечно же желательно использовать заставную для хорошего развития чтобы пчел поджать и здесь получается опять же палка в двух концах я с одной стороны не против использовать весной заставные в слабых семьях но для зимовки в сильных семьях я не вижу смысла использовать заставную потому что не то что заставную 2 заставных ну чтобы поджать пчел немаловажно опять же ребята что-то мне сейчас скажет фашка ты понимаешь что я зимую на меди с подсолнуха это большущий плюс если мы поджимаем они в принципе лучше его перерабатывает это как бы супер оба друзья да я с вами согласен но есть одно отличие я не хочу зимовать на меди с подсолнуха я хочу с него спрыгнуть мед с подсолнуха меня в принципе вообще не не сильно интересует по той причине что мы просто теряем деньги вот вы представьте себе пять рамок пчелиная семья седает если каждая рамка по 3 килограмма это что у нас получается 15 килограмм для весеннего развития мы еще до бросим еще мёда и получается или еще рамки 3-4 и получается что как-то немножко многовато да с учетом того что у нас климатические условия и у нас пчелы со всеми вот этими плюсами минусами с прекрасным развитием должны за зиму и весну съесть там например 20 килограмм меда это принципе подсчитано а если посчитать наши реалии с медом с подсолнуха то количество меда увеличивается если мед немножко при кристаллизовался то мы наблюдаем весенние отставания в чилиных семей от общего потока имеется ввиду что есть как бы свои плюсы и минус я не знаю эту информацию кто-то вообще поймет или не поймет но здесь мало немаловажно что я просто хочу сказать что вот видите с одной стороны я их не использую потому что вижу большущего смысла зимой их поджимать это все и делать лишнюю работу с другой стороны не вижу смысла например тратить деньги не вижу трое смысла тратить время с третьей стороны у меня вообще нету никаких возможностей это все сохранять не нету специализированных помещений для того чтобы сохранить сохранять заставные медовые рамки это опять же тоже еще один из минусов а по факту получается что вот эти пчелы что за основными или те пчелы которые без основных и зимуют одинаково вот такая ситуация все друзья на этом хочу закончить всем все на лучшего всем пока